Как вы сегодня готовились к Факелу? За счет чего собирались его выигрывать? Потому что мы все же наверняка знали, насколько это сложная тактически обученная команда. В чем был план? Ну, план был прежде всего побеждать. С ним мы не справились. И прежде всего это наша ошибка, можно так сказать. Факел подстроился. Ну, не то что подстроился, они играли в свою игру. Мы пытались играть в свою, но скорее всего нужно было чуть-чуть подстраиваться уже по ходу игры. Просто комментаторы по ходу матча говорили, что Факел в первую очередь ломает игру Спартака. То есть они особо ничего не создают, но большей частью мешают вам. Так и получилось. Так и получилось, но еще раз повторюсь, надо было подстраиваться под это и немножко менять, но все мои футболисты хотели играть прежде всего правильно, не выбивать мяч, через пас выходить. Но я еще раз повторюсь, это нужно было менять уже по ходу игры. И по ходу игры во втором тайме мы изменили, но как оказалось было поздно. Насколько дискомфортно играть, когда, собственно, тебе постоянно только делают, что мешают? Ну, то есть это как будто мало удовольствия и мало какого-то кайфа от того, чем привык заниматься. Ну, это футбол. В любом случае, побеждаешь ты, когда ты кайфуешь, а о чем-то другом ты играешь. Ты всегда пытаешься играть. Если это не получается, понятное дело, то удовольствия никого не получаешь. Тем более, если проигрывать. А можете примерно описать, как ты устроена на поле? Вот получает мяч футболист, его тут же накрывают. Ну, у нас же вроде не такая интенсивная лига. Я не знаю, ну, принято считать, допустим, по сравнению с топовыми лигами. То есть сразу накрывают или, я не знаю, перекрывают соперников. Нет, прежде всего тут не накрывали. Тут по первому тайму, можно сказать, наши ошибки были. Во втором тайме Факел уже конкретно упростил игру с забросами за спину нашим защитникам. Ну, такая игра получилась, да? По поводу... Вы просто сказали два вопроса. Да, окей, пацаны, пускай. Сорян. Тяжело ли было сегодня без Квинси Промеса? В любом случае без него всегда тяжело. Это наш лидер, это человек, который может из ничего, можно сказать, так, создать гол. А какие у команды амбиции, если бы в этот матч выиграли, до лидеров было бы 6 очков, какие у команды амбиции на остаток сезона? Чемпионство, тройка. Побеждать в каждом матче. И этот матч был не исключение, но, как вы видите, не удалось этого сделать. Пресезонка у НРК на игру не с Квинси, вот его отсутствие меняет, как по тактике у него было? Я еще раз повторюсь, Квинси был и на пресезонке, и до этого наш лидер, поэтому в любом случае нужно подстраиваться и играть, по крайней мере, эти игры без него. Поддержка фанатов «Факела» как-то мешала сегодня? Нет. Что значит? Как могу сказать? Нет, непривычная эта обстановка. Нет, хорошее поле, хороший стадион. Никаких. Только можно на себя пенить. А по Квинси в команде есть понимание, когда он вернется, вернется ли вообще в целом? Ребята, это услуги безопасности, и у руководства спрашивают. Но ты с ним не до связи, не общаешься? Ну, я думаю, что ему не до связи сейчас. Слушай, вот ты переводишь разные причины, но уровень у вас таков, что вы команда, которая борется за чемпионство, и должна бороться за чемпионство, а это команда, которая борется за выжевать. То есть, в принципе, вне зависимости от причин, что они перемужичили вас, перебили, вы их равно должны обыгрывать. То есть, просто на классе. Получается, или класса нет, или сегодня что-то... Ну, в любом случае, это футбол. И как вы правильно сказали, что мы должны обыгрывать, но не всегда получается. И, конечно, обидно, что в этом сезоне часто не получается, можно так сказать. И с тем же факелом урок, который мы получили там, наверное, не повлиял на нашу игру сейчас. Слушай, может быть, просто наши ожидания завышены от Спартака. Может быть, просто на самом деле ваш уровень не настолько высок, чтобы соперничать за первое место на длительном отрезке. Но это вопрос к вам, ваши ожидания. Не знаю. Ну, это наша проблема, да. Я так не сказал. Ты не считаешь, что поезд в борьбе за чемпионство уже ушел? Вот прямо сегодня. Просто в силу того, что вы не обыграли команду, которая должна обыгрывать 10 туров. Я понимаю, что ты сейчас скажешь 10 туров. Если мы хотим в любом случае бороться за чемпионство, мы должны обыгрывать такие команды. Спасибо тебе большое.